Всем привет! Сегодня у нас небольшой разговорчик о ЕМТА. Что за за время моей эксплуатации, что о ней можно сказать, что это за автомобиль, какие первые поломки у нее были и на что стоит обратить внимание. ЕМТА 1.8 масштаб, полумонстр, полутрага. Дальше я объясню, почему я так говорю. Полный привод, БК-система и все дела. Начнем с плюсов у данного автомобиля. Во-первых, за эти деньги мы получаем интересный дизайн. Большие колеса, низенькая, скажем так, по сравнению с монстрами она нас почти косит под трагу. Вот, и все. За эти деньги вот что мы получаем. Шучу. Значит, получаем, во-первых, мощную БК-систему. Регулятор на 150 ампер, движок 2000 оборотов на вольт, поддерживает 4, 5 и 6 банок. Можно на двух банках ездить, между прочим. Четыре банки вполне достаточно реально, достаточно для вашей скорости, вам хватит попрыгать, полетать. Максималка на четырех банках 70 км в час. Куда больше разгоняться по лесу, да. 70 км в час, это на стоковой передатке, то есть можно с передаточным числом еще поиграться, можно поставить 6 банок, будет еще быстрее. Вот, поэтому скорости у данной машины хватает, мощи у нее хватает, это огромный плюс. Имеет 4 амортизатора, не 8, как у Rival, 4 амортизатора и с таким нестандартным, скажем так, расположением. По амортизаторам я еще расскажу, какой минус у них есть. Иногда скрипит, поскрипывает седло у нас. Корка. Интересную корку, трехэтажная, скажем так. Снизу у нас закрыта серва, посередине. На втором этаже у нас тусуется приемничек с антенкой, сразу сломалась быстро, при первых же прыжках. И на третьем этаже у нас регулятор скорости, но не думайте, что прямо вот все закрыто. Закрыт только серва и приемник. Ну, серва, на самом деле, снизу открыта, там тоже все попадет. Регулятор имеет, естественно, отверстие для охлаждения, поэтому туда будет также попадать всякий песок, да, и все прочее. Бокс под аккумуляторы, с одной стороны, интересная штука, да, но сложно закрывать, на самом деле. И опять же, не думайте, что там все закрыто плотно и туда ничего не попадет. Здесь у нас есть отверстие для охлаждения, поэтому все тоже туда летит. Итак, БК-система, полный привод, два дифференциала, ну, привода здесь все металл, естественно, да, полуоси нашей чашки, все прочее, поэтому тюнинга, в принципе, никакого не надо. Имея защиту снизу, металлическую, две защиты только вот здесь, вот и здесь установлены, в принципе, в остальном тачка практически вся у нас пластиковая. Ну, в некоторых местах еще есть металл. Вот, но, но, в принципе, ничего не ломается, поэтому, как бы, по живучести она вполне очень хорошо подходит для башинга. Ну, и сейчас я, в принципе, дальше еще расскажу немного. Также мы в комплекте получаем вилибар, штука полезная, обычно она стоит там баксов 20, да, к некоторым автомобилям, но здесь она в комплекте, поэтому можно гонять на двух задних колесах при ее мощи абсолютно без проблем. Так, по поводу колес, наверное, у вас возник вопрос, а почему у тебя здесь стоят вот, желтый, а здесь синий, да, это отравило просто стоят колеса, потому что стоковое колесо одно я здесь порвал, не знаю, мне кажется, порвалось от какой-то стекло, потому что полностью порез был такой боковой, не знаю где, в лесу, там у нас пиво пьют, все кидают, никто за собой не убирает. И, наверное, все, плюсы на этом кончились, да, то есть мощная, добротная тачка, в принципе, хоть и пластиковое шасси, но довольно-таки интересно сделано. И почему я говорил, что полумонстр, полутрага, потому что сейчас я объясню, чтобы вам понять, как она у нас управляется, как она ездит. Вес данной модели с аккумуляторами составляет 5,5 кг. Вес того же Райвела с аккумуляторами составляет 6 кг. То есть разница буквально 500 г, да, но управляя Райвелом, мы чувствуем, что он тяжелый, что он плохо управляется в поворотах, мы чувствуем, что это монстр, да, как я говорил уже, если вы смотрели обзор. Управляя ЕМТА, мы чувствуем, что она весит килограмм, мне кажется, 2-2,5, реально в два раза меньше весит, летит, над землей просто, скажем так, летит по сравнению с Райвелом. Управляется лучше, то есть если вам предложат на деньги, там, вы видели, как зарабатывать деньги, да, предложат деньги на заезд Райвел против ЕМТА, если ваш соперник на ЕМТА, не соглашайтесь, потому что он вас сделает реально у Райвела, недостаточно поворачиваемость абсолютно в поворотах, ЕМТА проходит их с большей легкостью, на ней реально проще гонять по тому же треку. Но, может кто-то подумает, оу, ЕМТА, да она практически трага, да, да она управляется, наверное, так же. Нет, до траги ей на самом деле очень далеко, по управляемости она лучше монстров, но хуже траги. То есть если вам предложат заехать с трагой, и вы на ЕМТА, не соглашайтесь, у вас нет шансов, потому что склоны к переворотам, довольно-таки высокая по сравнению с трагами, колеса очень высокие, поэтому повороты будете проходить медленно по сравнению с трагами. Далеко, далеко до траг, тачка, не знаю, для трека не подходит. Это полумонстр, полутрага, мы, ну, реально интересные. Мощь, получаем мощь, получаем довольно-таки, ну, какую-то прочность, да, я сейчас по прочности еще поговорю, и неплохую управляемость, ну, довольно-таки интересно, но, опять же говорю, не заезжайте с трагами, гоняйтесь с монстрами, у вас есть шанс на ней всех порвать. Так, все, погнали, наверное, минусы, какие есть? Во-первых, я не знаю, минус нет или плюс, но здесь у нас установлена пластиковая шаська, есть люди, которые умудрялись сломать пополам, то есть, значит, это реально, да, пластиковая, реально, но, в принципе, за время эксплуатации не ломалась, ломался только один рычаг, и тот зацепил какую-то корягу в лесу, то есть не при башенге, не с трех метров, когда я летел, да, а где-то так напрямую зацепил и треснуло. Амортизаторы. На первой же покатушке сорвало крышку с амортизатора, все в масле, потом это еще повторялось один раз, поэтому их четыре, да, интересное расположение, но крышки срывает, как-то не очень, не очень, потом это все отмывать, перезаливать по сто раз. Дальше, бампер. Вот такой вот бампер имеет всего две опоры, передний бампер у нас сзади вот тоже две опоры, но он более живучий, но можно туда поставить вилибар, будет еще получше. Сломался буквально за пару покатушек, и теперь колхозно приделан на винты здесь у нас, и периодически вот так сгибается, да, бампер вообще ни о чем, на самом деле не знаю, есть ли на него тюнингованный какой-то более лучше, но лучше бы сделали. Подвеску также можно затянуть в RPM при желании, то есть кто хочет, пожалуйста, но можно и гонять на стоковой, но ломается, да. Не понравились мне здесь, как они, подшипники? Подшипники развалились буквально за пару покатушек, один полностью разлетелся, поэтому сразу лучше купить замену, набрать себе подшипничков, потому что какие-то недолго живучие здесь они, эти подши у нас. Также отсек для батарей, я не знаю, то ли плюс, то ли минус, но на самом деле он у нас на любителя, мне на самом деле у того же Rival намного проще аккумуляторы сюда компоновать, чем здесь, очень неудобно закрывать, все разъемы туда, вроде эстетично, ничего не торчит, но придется повозиться подольше, на самом деле на любителя, да. И самый основной минус, который у этой машины есть, это нет влагозащиты, то есть в стоке мы не погоняем по снегу, мы даже помыть ее под душем толком не можем, поэтому либо, ну, какую-то шапку сюда приделать, да, чтобы погонять по снегу зимой, очень помогает, либо герметизировать наш регулятор, приемничек тоже придется, я думаю, туда вода будет проникать все равно, хоть он так и закрыт, ну и сервочка тоже, она стоит внизу абсолютно открыта. На мотор советую поставить все-таки кулер с этим, с радиатором, чтобы охлаждалось, потому что греется очень сильно, но если вы хотите это гонять на шести банках, я вообще не знаю, как в жару просто будет очень быстро вырубать штатная защита. Все, наверное, вроде больше таких минусов нету у данной тачки, но еще единственная корка, конечно, показалась мне слабовата, за пару покатушек она начала уже трещать по швам, и поклейка, поклейка не очень, потому что с самого начала вот такие у нас все торчит, то есть, ну, можно заморочиться, да, все это наклеить, но вот в этом качество, конечно, у них не очень, не понравилось. А так, за такие деньги, бюджетная тачка, на самом деле, недорого стоит, за такие деньги получаем мощь, в принципе, по минимуму сюда нужно вложить тюнинга, при желании только в RPM у нас затянуть, да, и вот с бампером, не знаю, просто беда какая-то, либо оторвать и пробовать, и гонять так, пусть уже бьется все остальное, да, и комплектуется, естественно, вот такой аппаратурочкой трехканальной, как и Rival, в принципе, стандартная, я вам уже про нее рассказывал. Ничего такого примечательного у меня суперского нет, стандартная, достойная аппаратура с минимумом настроек, с минимумом достаточных настроек, скажем так вот. Все, смотрим, как гоняет, и все, и подписываемся на канал, не забываем, да, достойная тачка, неплохой выбор. Все, всем спасибо, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok